всем привет меня зовут арина добро пожаловать на мой youtube канал я очень рада вас приветствовать моё первое видео на youtube поэтому я немножко волнуюсь сегодня я хотела бы рассказать про свою историю похудения как я похудела на 30 почти килограмм этот путь займу примерно суммарно 10 лет на расскажу как я к этому пришла для начала поехали буду рада вашему лайку и подписке начнем с того что полная прямая была не всегда да то есть я в каком-то году в 2010 или 9 я поехала в лагерь я помню и в лагере у нас была бойлерная система где горячая вода грелась какое-то время то есть она была не постоянно и я помню очень хорошо что в дни когда мальчиков было плохое настроение они просто тупо сливали всю горячую воду и девочки мылись в холодной воде до предыстория как вообще в принципе начало набирать вес мы мылись холодной воде и в какой-то момент я понимаю что я начинаю чувствовать себя плохо я заболеваю и у меня начинает болеть не из живота не сначала мы пошли медпункт сказали что скорее всего это аппендицит нужно забирать меня домой из детского лагеря и я поехала домой мы с мамой пошли по врачам в итоге это оказался не аппендицит потому что мы сдали все необходимые анализы все было нормально вот спустя месяц хождения по врачам не установили диагноз воспаление яичников да это двусторонний одноксид и мне решили давать лекарства какие-то непонятные очень для меня и для мамы мои тоже потому что мы начали пить какие-то таблетки которые дают женщинам за 30 примерно паузе это какие-то очень сильные койки внимание я не сдавала никаких анализов на гормоны для того чтобы не прописывали коки да я не сдавала никаких других анализов просто их прописали с того момента все мои гормоны точно уже пошли просто прахом потому что у меня начался дикий лютый дисбаланс и когда наконец-то мы пошли к врачу который компетентный в этом вопросе она сказала сдать анализы на гормоны у меня были просто дикие дисбалансы везде и мне прописали колоть гормоны да то есть я пила очень долгое время таблетки мне кололи очень болючие уколы я прям как сейчас помню эти дни и из-за того что мне кололи эти гормоны мой вес стал расти как на дрожжах у меня на самом деле особо не сохранились фотографии с того периода потому что это была школа это была средняя школа я не любила фотографироваться но мы пришли хорошему врачу она спустя пару лет поставила мне на ноги и к единственному классу мой вес стал нормализоваться то есть на тот момент я уже весил один примерно 58 59 килограмм то есть это уже довольно хороший вес небольшой да не сильно большой по крайней мере для меня и все я то есть счастливая что у меня уже гормоны все мы в норме я решил поступать в университет в москву и из-за того что было очень много стресса я еще стала работать у меня опять начал возвращаться лишний вес и я приехала в москву если не ошибаюсь 59 килограмм я весила после того как я закончила второй курс я набрала почти 15 килограмм если не ошибаюсь на тот момент да то есть я уже весила за 65 это сто процентов я весила выглядела я примерно на тот момент вот так где-то вот здесь вот здесь поставлю фотографии свои старые вес мой рос 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 было очень много стресса было очень много заедания этого стресса была сидячая работа где я вообще не тратила особо сильно свою энергию калорий соответственно понятное дело что вес начинает расти и в какой-то момент пиковый мой вес стал 84 килограмма то есть это при моем росте ну . 154 сантиметра да вот привет коротышкам всем я весила почти 84 килограмм я поняла в какой-то момент что нужно что-то менять но все мои попытки десятикратные 15-кратные не знаю попытки похудеть десятки походов зал вообще не принесли никаких плодов то есть я худела но вес мой обратно возвращался я только скину 4 килограмма как он обратно вернется плюс там нет 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 обратно 4 а уже сразу 6 килограмм до веса мне и соответственно все мои попытки они не увенчались вообще никаким успехом к сожалению и я бросил эти попытки со временем мне кажется я немножко скинула на то есть просто и мы приехали на квартиру я стала проще относиться к некоторым моментам на работе и так далее еще плюс ко всему работы было много есть это было особо некогда большинстве своем случае и я скинула вес примерно до 77 килограмм хотя это вообще не было заметно я честно говоря сама вообще не помню тот период когда я весила 84 килограмма честно визуально себя не помню и фотографии мне кажется мне тоже почти нет но я стала отчетливо замечать когда я весила 77 килограмм и в какой-то из дней я проснулась и поняла что я чувствую себя очень плохо то есть у меня болит что-то подмышкой мне образовалась какая-то непонятная опухоль это опухоль была похожа на твердый шарик под мышкой и когда я ходила к врачам они не могли установить диагноз мне говорили это гидроденит мне говорили это атерома мне говорили что это что-то связанное с воспалением лимфоузлов и так далее и тому подобное мне прописали антибиотики вот я как сейчас помню не прописали антибиотики но эти антибиотики не помогли мне то есть я пропила неделю антибиотиков все осталось на том же самом месте у меня была температура 37 я плохо себя чувствовал так у меня и была температура 37 после того как я поняла что очень плохо себя чувствую я решила сама брать себя в руки и нужно что-то будет делать с этим и после того как я наткнулась однажды на аккаунт какой-то в инстаграме про то как растительное питание влияет на организм о них у них был какой-то разбор кулича после которого там чуть ли не смерть рассказывали что у тебя будет после того как ты съешь этот гребаный кулич вот и это на меня очень сильно повлияло и я нашла после этого фильм который называется вилки вместо ножей еще по-другому называется вилки вместо скальпелей это американский фильм исследования 20 летние врачи и нутрициологов которые ставили людей с очень большим количеством болезней на ноги только путем питания то есть контроля их питания нам и все я решила посмотреть этот фильм он мне очень сильно зашел я поняла что вот оно решение моей проблемы и я стала веганом я питалась вообще абсолютно полностью растительной пищей я не ела даже мед никакой да то есть я не ела не молочку ничего то есть я просто ела в принципе одни овощи крупы и так далее каково было мое удивление когда я ставлюсь сами себе цель на не похудеть вообще ни в коем случае а просто чтобы у меня прошло воспаление в организме да потому что в этом фильме говорилось том что если вы питаетесь растительно у вас сокращается количество воспаления в организме каково было мое удивление когда я похудела за месяц дома сидя на карантине на минуточку это был май если не ошибаюсь 20 года я скинула 6 килограмм за один месяц сейчас найду фото прикреплю вот сюда то есть как я выглядела через буквально месяц после того как начала питаться правильно это с учетом того неправильно веган когда стала это все там того что я была на карантине да и сидеть дома приходилось не двигаясь особо сильно то есть мне не было никакой физической нагрузки потом я уже конечно стал подключать спорт когда я увидела о нифига себе в оказывается можно и скинуть 6 килограмм да все мы пытки до этого были тщетными максимум там три-четыре килограмма мне удавалось скинуть если вдруг у вас среди вас есть те люди которые постоянно пытаются похудеть и похудеть максимум на 4 килограмма напишите об этом вы знаете что дайте знать что я не одна такая дурацкая вот я получается скинула 6 килограмм поняла что нифига себе да то есть это возможно похудеть еще сильнее и я решила что я буду продолжать ганить и кстати моё воспаление прошло то есть у меня нормализовалась температура я стала чувствовать себя очень хорошо я стала легче засыпать легче просыпаться мне стало довольно комфортно еще с того что была на карантине постоянно можно было готовить разную вкусную свежую еду да это было очень круто и после того как я подключила еще спорт на карантине до этого заниматься дома на коврике просто вес продолжал постепенно уходить и я скинула если не ошибаюсь на тот момент дом с 77 почти килограмм я скинула вес до 65 килограмм за пару месяцев буквально потом когда карантин закончился я продолжала пытаться вегетарианские веганские да именно веганские не вегетарианские и мой вес продолжал уходить я стала подключать спорт спустя какое-то время я решила что больше не смысла как бы быть веганами и так очень много скинул и поправила свое здоровье поэтому можно возвращаться к обычному рациону я стала подключать уже к своему обычному стандартному рациону это яйца сыр до кое-как кое-где я могла подключить молочку но это было крайне редко молочку я не ем до сих пор да на всякий случай скажу вот я стала худеть дальше продолжать я стала заниматься дома и так далее но в какой-то момент мой вес снова встал он стал примерно на 65 килограммах 64 65 так вот было примерно и я помню тогда что я похудела до 63 и начался период когда защищала диплом когда я писала диплом у меня начался там стресс я его опять заедала и я немного набрала ну там 12 килограмма максимум то есть это не сильно много и в ноябре когда все это закончилось я решаю пойти в зал и купила наконец-то абонемент и я пошла заниматься сама без тренера но со своей подругой и мы с ней каждый три сколько мы путаться через каждый день через день мы ходили на тренировки вместе и мы очень сильно занимались и ела всякие протеиновые батончики и ела всякую полезную еду я купила протеин и так далее и я каково же было мое удивление когда после полутора месяца в зале мой вес не сдвинулся ни на грамм просто вообще ни на грамм то есть я как была там 64 условно килограмма так я и осталось 64 килограмма что меня очень сильно расстроило я подумал блин в этом нет смысла наверное что я делаю не так да и закончился год получается да это был конец декабря я поехала в гости к родителям домой там понятное дело всякие оливье и так далее и тому подобное дать вес набирается вес растет и я приняла решение что после того как я возвращаюсь из отпуска после того как я возвращаюсь домой я начну устраивать себе челленджи челленджи те кто подписан на меня в инстаграме и давно за мной следит знают что эти челленджи меня сопровождали еще очень очень долгое время что я делала я решила что я разобью себе каждый месяц на маленькую цель маленькую цель похудеть на пару там килограмм условно если это помню февральский челлендж я поставила себе цель похудеть нас три с половиной килограмма в марте на 4 килограмма и так далее я каждый месяц занималась спортом максимально правильно питалась я считала калорий на тот момент но потом я бросила считать и пыталась интуитивно и вес мой продолжал уходить потому что я себя приучила вот и благодаря этим челленджам я правда занималась спортом очень много я ходила постоянно в зал благодаря этим челленджам мне удалось скинуть за февраль почти четыре килограмма за март четыре килограмма и суммарно к концу апреля я весила уже 54 килограмма на тот момент приросте 155 сантиметров вот и но я к апрелю месяцу я просто опала умела это я по-другому назад не могу я решила что мне мало будет заниматься каждый абсолютно день мне надо заниматься два раза в день я занималась спортом утром занималась спортом вечером мне были дикие нагрузки у меня еще была эмоциональная нагрузка на работе и плюс ко всему я очень мало ела что сильно подбила моё мой иммунитет и я просто заболела и слегла в этот момент мне подруга порекомендовала остановиться сказала что не загоняй себя так сильно ты себя истощаешь и я приняла решение пустить все всю ситуацию на самотек и ходить в зал тогда когда мне в кайф есть то что я хочу но просто в умеренных количествах и таким образом я скинула вес до 54 килограммов принципе сейчас я вешу почти столько же конечно после этого я еще немного набирала вес потом я его снова скидывала это к сожалению неизбежно почему потому что если начинаешь есть больше при маленьком росте при маленьком весе да логично что ты будешь поправляться какие же три основных фактора и принципа которыми я руководствовалась когда я худела первое я похудение превратила не в какое-то издевательство над собой не каторгу я изменила абсолютно полностью свой образ жизни то есть я поменял свое мышление я перестала во-первых я не видела в еде врага я искала только ту еду которая поможет моему организму здоровью то есть я выбирала максимально полезные альтернативные варианты я искала очень много классных прикольных рецептов вкусных полезных где много овощей где много полезных каких-то элементов микроэлементов вот и я поменяла полностью свое мышление я сделала своей целью не похудения я сделала своей целью с целью свое здоровье и свой организм вот это первый принцип которыми руководствовалась вторым это то что у меня был четкий план то есть у меня была структура которая придерживалась у меня было например там цель условно 4 килограмма хочу покрыть в этом месте что я буду для этого делать и вот так вот по пунктам да да я первое время считала кабыжу это очень важно почему потому что мы должны понять свою норму и оценить сколько вы на самом деле едите то есть я вам рекомендую вообще в принципе просто сами для себя подслеживать сколько вы едите в день чтобы понять сколько примерно калорий вы наедаете потому что вы даже можете не заметить за плечами что у вас там условно съеденных там две с половиной тысячи калорий вы удивляет почему вы не худеете да конечно очень важно руководствоваться еще и этим да а потом дальше уже плавно переходить на интуитивное питание где-то можно сокращать порции самостоятельно добавлять больше овощей фруктов и так далее я топлю за то чтобы люди ели больше овощей потому что эта клетчатка это очень полезно я не приверженец того что ой нужно набирать белка нужно есть там супер-пупер много белка на один килограмм веса я этим не руководству считаю что вы должны есть только белка сколько вы хотите его есть какой-то будет белок животный или нет это абсолютно ваш выбор да я никого никого не призываю быть веганом никого не призываю быть вегетарианцем и так далее да это очень полезно для здоровья устраивать себе как минимум хотя бы такие вот условные чистки не голодание не сидеть только на одних соках и овощах не путайте это у вас должен быть полноценный рацион почему многие боятся быть веганами потому что говорят что вот волосы выпадают вот витаминов не хватает так вы составляете свой рацион правильно да ешьте бабы ешьте не за чечевица очень полезно составляйте свой рацион с учетом всех микроэлементов которые вы можете получить из обычной стандартной еды я сейчас точно могу сказать что я не ем молочку стараюсь по крайней мере я не ем сейчас местный творог не молоко он ничего не могу есть только сыр потому что мне она молочка очень сильно высыпает но это моя моя индивидуальная особенность да молоко я не пью уже три года творог я ем очень-очень редко этого как мне там захочется условно и третий принцип это добавлять активности в свою жизнь это не значит вам нужно прямо сейчас пойти и купить себе абонемент зал нет это не об этом говорит говорит о том что вам очень важно в принципе проявлять свою активность жир сжигается примерно в диапазоне пульса от 120 до 140 это может быть ваша какая-то повседневная рутина это может быть ходьба это может быть бег это может быть прыгать на скакалке и так далее на самом деле мне очень сильно вы могу еще скинуть вес то что я очень много ходила какой-то из периодов я помню это было лето я ходила постоянно каждый день и старалась минимум 40 минут просто ходить гулять поэтому если у вас нет возможности тренироваться в зале у вас очень высокий вес и вам тяжело это делать просто начните больше двигаться и быть активными считайте калории будьте активными и никакого секрета magic будет у вас тогда всем спасибо за внимание я надеюсь это было полезное интересное видео если будет вопрос пишите пожалуйста в комментариях либо мне в инстаграм очень буду рада вашему там присутствует всех целую всем пока